— Батар, ну, наверное, сразу же такой вопрос, который новогодний в любом случае. Под Новый год принято подводить какие-то итоги. Как бы вкратце ты оценил работу всего своего медиахолдинга? Все ли получилось то, что вы планировали в конце 17-го, примерно в эти же дни, ровно год назад? — Я думаю, что события вокруг нас развиваются чуть быстрее, поэтому можно сказать, что не все успели. Но есть главные вехи, которые хотелось бы отметить. В этом году, скажем так, в экосистему холдинга прибавился седьмой канал, национальный телевизионный канал, который, собственно говоря, мы и строили. Просто там в рамках бизнес-перепития он к нам вернулся, я стал председателем сайта и директору седьмого канала. А это означает, что в холдинге появилась еще одна, скажем так, производственная площадка для производства очень серьезного видеоконтента. Видеоконтент сегодня является одним из трендов номер один в Казахстане. Поэтому YouTube у нас... — Да и во всем мире. — Да, собственно говоря, и Казахстан в этом не отстает. И YouTube у нас, как поисковая система в Казахстане, является номер один поисковой системой. — Да, кстати, это наше чуть-чуть упущение. Мы не добавили в список регалий. И тяжело управлять таким холдингом. Два телеканала. Реально, я вот управлял одно время, реально не успеваешь. Мне говорят, это же нужно иметь 48 часов в сутки, чтобы посмотреть оба телеканала, как минимум. — Нет, конечно же, это трудновато, но весь вопрос же в людях. Это является основной, скажем так, одним из основных условий для того, чтобы любой бизнес состоялся. Поэтому вопрос в людях, конечно. — Батар, вопрос, так как мы на Бизнес.ФМ, вопрос про деньги. Многие, многие считают в Казахстане, что медиабизнес в Казахстане не просто тяжелый, а он еще и ресурсозатратный, и, как правило, низкомаржинальный, долго окупается, нужно больше капитовложения и слишком маленькая прибыль от рекламы, от всего. Вот если сейчас про телевидение не будем говорить, там телевидение, понятно, там вы сейчас в стадии и СТВ, я так понимаю, еще в стадии инвестиционной идет, да, как бы седьмой канал вы вообще только полгода назад взяли. А вот уже устоявшиеся ресурсы, такие как Тенгри КЗ, Массагет, Радио Тенгри, Радио Жулдус.ФМ. Что бы ты мог рассказать об этих медиапроектах? Давайте с Тенгри, да, Тенгри, наверное, все читают сайт Тенгри. Прибыльный сайт или неприбыльный? Сколько вы зарабатываете? Сколько людей работает? Сайт является прибыльным, безусловно, мы, собственно говоря, ради этого и работы, мы сугубо рыночный сайт, и мы работаем, вернее, зарабатываем столько, сколько мы в состоянии заработать. То есть у нас нет дотации, инвестиций, мы построили такую рыночную архитектуру сайта, поэтому в Тенгри-инвести сегодня очень много технологических заменений, поскольку интернет-сайт является технологическим, прежде всего, медийным предприятием. Кроме этого, безусловно, вопрос, как и в любой коммерческой организации, вопрос продаж, вопрос построения работы внутри, самой редакции, работы с контентом, потому что контент все-таки, то есть технологичность бизнеса является одним из главных паровозов того, будешь ли ты успешным или нет. Поэтому это такое многополярное движение вперед, в котором нужно ничего не упустить. То есть Тенгри-каза – это прибыльный проект? Тенгри-ньюс является прибыльным сайтом, да. И сам, ну, цифры не хотите говорить об этом? А, нет, собственно говоря, мы являемся честными налогоплательщиками, поэтому наши доходы, они все отражены в цифрах, то последние два года наш тренд – это порядка 600-900 миллионов денег, которые мы станем заработать одним Тенгри-ньюсом. Только Тенгри-ньюс зарабатывает такие. И основная львиная часть расходов – это на сегодняшний день, я так услышал, это вложение в контент. Гонорары, понятно, зарплата журналистов, да, это вот основные затраты, которые есть. – Безусловно, есть технологические затраты, которые требуют, ну, скажем так, почти ежедневного обновления, иначе мы просто припоздаем. Вот, и, конечно же, это люди. Ну, и все, что касается областей, связанных с людьми. – Еще несколько вопросов по сайту, наверное. Это, опять же, тренды современные. Говорят, что будут побеждать таких медиа, которые, как Тенгри-кз, Форбс-кз, будут побеждать технологии, даже не столько контент, а именно технологии. Согласен ты с этим или нет? – Ну, скажем так, 50 на 50, потому что, там, игнорировать сегодня, допустим, нейронные сети, которые в состоянии создавать уже контент, который будет более, скажем так, успешно индексирован теми же самыми гуглами, яндексами и прочими, конечно, их нельзя игнорировать. Тем не менее, вот, человек в состоянии пока еще создавать тот контент, который будет ложиться, вот, скажем так, на душу нашей аудитории. Ясно. – Арман Джанальевич, можно мне в продолжении Тенгри-ньюс? – Так, конечно. – В этом году ввели, соответственно, некий ценз на комментарии, которые оставляют пользователи в интернете. Сильно ли Тенгри-ньюс от этого пострадал? И какая нагрузка легла на тех, кто редактирует комментарии? – С точки зрения трафика, трафик у нас не упал. Мы были одним из самых крупных комментируемых сайтов. Порядка 50 тысяч комментов мы собирали в месяц. После введения ценза, естественно, комментарийная база очень сильно упала, потому что нужно пройти авторизацию. В этом смысле нам стало легче с точки зрения модерирования, потому что комментарийная база, если вы возьмете любую социальную сеть или любой информационный или развлекательный сайт, это одна из самых больших проблем, потому что настроение нашей аудитории мог быть совершенно разным. – Ну, если они в основном такие грустные настроения почему-то, или как-то аудитория почему-то даже агрессивно частично настроена? – Ну, негатив. – Негативно настроена, да. – К сожалению, да, негатив, который рождается в комментариях, заставляет думать о том, что общие настроения в обществе такие не самые веселые. Тем не менее, просто если смотреть на другие страны, то там присутствует такой же примерно. Я думаю, что здесь последствия, скажем так, вседозволенности интернета. – Ясно. Эта, кстати, тема была тоже задана мне в соцсетях про комментарии. И еще один в соцсетях мне задали вопрос, Маржан Ильшебаева, кстати, о том, о доверии к новостям. Как вы считаете, почему у нас люди настроены больше доверять сообщениям, которые приходят через мессенджер, нежели которые идут через официальные источники информации? – Ну, на мой взгляд, это некая форма кухонных разговоров, которая привычна, в принципе, в нашем обществе. Мессенджеры заменили эти кухонные разговоры. Ну и опять же вот к вопросу о некоторой маргинализации, которая произошла аудитории, вернее, вот эта вседозволенность, которая происходит, когда невозможно увидеть лицо человека, увидеть его глаза, когда можно, собственно говоря, выразить свое мнение, не заботясь о своих последствиях. Я думаю, в этом проблема. – Ясно. И прежде чем мы еще перейдем к музыкальной части, как правило, в наших радиоэфирах мы стараемся в соответствии с музыкальным предпочтением нашего гостя, и мы постараемся сегодня отгадать патр твоей настроении. Хотя ты нам сказал, что нам отгадать, ты нас предупредил об этом. Еще один вопрос. Есть ли тематика, под которой работает Tengri News, или вы пишете обо всем, то, что интересует, направление деятельности? О чем вы пишете? Ваша аудитория? На кого вы ориентированы? – Прежде всего, конечно, мы стараемся, если честно, очень сильно сократить криминальную хронику в нашей ленте. Мы информационный сайт. Мы, безусловно, должны освещать практически максимальное количество аспектов, которые существуют в жизни нашего общества, чтобы человек мог прочитать и найти в ленте все, что его интересует. Тем не менее, допустим, криминальную ленту мы в этом году сократили до 15%. Это максимум, который могут составлять криминальные новости из всей ленты. А так вообще общая ориентация, конечно, это должен быть все-таки скрином в образовательную и культурную плоскость. – Я хотел напомнить, что мы еще с Батаром, выпускники журфака, вместе отучились, и мы очень и очень давно дружим. Мы сейчас вспоминали, это уже, честно говоря, страшно говорить, больше 30 лет, оказывается, мы друзья. А сегодня Батар – это крупнейший медиа-менеджер нашей страны, который руководит двумя телеканалами, огромным количеством сайтов, и самых популярных сайтов, и радиостанциями. Батар, сейчас хотел бы в этом блоге поговорить о радио и о телевидении. Радиостанции. Многие считали, что радио – это уже такое, скажем, в Москва слезам не верить, ничего не будет, пробует только телевидение, все, от всего нужно отказаться. У нас также говорили, что радио, скорее всего, отойдет и не будет восприниматься уже аудитория. Приходят новые технологии, у всех есть айподы. Что сегодня происходит с Tengri FM? Прибыльный, неприбыльный бизнес? Что происходит с Joldis FM? Как строится модель, по которой вы работаете? Если говорить о радиостанциях, то это одно из самых любимых направлений в холдинге, и лично моих, потому что радио – совершенно сумасшедшее место. Сумасшедшее с точки зрения эмоционального фона, который можно вводить в радиоэфире. И самое главное – очень короткий шаг до создания продукта. Ты просто должен зайти, что называется, в продажу, сесть перед микрофоном и создать то, что ты можешь создать. Вот как мы сегодня это сделали. Сидим, создаем продукт. Поэтому, если говорить об общих трендах, то все действительно говорят о смерти радио. Я не согласен с этим в корне, потому что радио, ну, я думаю, что все еще доступнее, чем интернет, потому что нужно просто включить радиостанцию в свои автомобили, например. А мы сейчас половину жизни, по-моему, проводим в автомобилях. Ну, в городах – это точно. Алмата, Астана, Шумкент – наверное, это те города, которые серьезно столкнулись с трафиком, и жители действительно очень много проводят времени в авто. А доходность какая радиостанции? Тенгри-ФМ, Желдыс-ФМ? Если говорить о доходностях, то, конечно, хотелось бы желать лучшего, потому что, к сожалению, те измерения популярности, рейтинговости наших медиапродуктов, они сейчас направлены в сторону предпочтений телеканалов. То есть имеется в виду, что в общем рекламном пироге деньги распределяются в сторону телеканалов. А радиостанции измеряются по остаточному принципу, и вообще все эти измерения, на самом деле, нужно поставить под огромные сомнения. У меня как деживи, мы с тобой об этом еще лет 10 назад говорили, когда ты только-только запускал седьмой канал в свое время. Да, к сожалению, ситуация не изменилась, но что сегодня представляет себя радио Тенгри-ФМ? Мы единственная рок-н-ролльная радиостанция в Центральной Азии, хотим держать эту марку, потому что считаю, что рок-н-ролл, блюз, джаз это очень качественная и честная музыка, которые должны быть в эфире советского государства Казахстан. И этот жанр, он, безусловно, очень силен с точки зрения качества музыки. Что касается радио Жулдуз, то мы единственная национальная молодежная радиостанция, вещающая 24 часа на казахском языке. Все звезды нашей казахстанской эстрады, все, кто к вам приходит на ум, Кайрат Нуртас, Экин Магазиев, Мерлик Писпаев, Магинас Адвокасов и так далее и тому подобное, все эти ребята находятся у нас в эфире. Это безумно огромная аудитория. Она колоссально, такая колоссально сбитая, потому что ей не хватает контента. И они, безусловно, очень преданы своим кумирам. Поэтому радиостанция Жулдуз, ее, собственно говоря, можно найти в любом такси, в любом автобусе. Я, честно говоря, тоже с удовольствием слушаю радио Жулдуз и я сам захожу иногда в машину, сужусь в машину и вижу, что водители, охранники, они слушают Жулдуз. Действительно, большая аудитория. А вот по доходности, кто больше зарабатывает, Жулдуз.фм или Тенгреф? Сначала, конечно, Тенгреф.м кормила Жулдуз.фм, но сейчас ситуация противоположная. Жулдуз.фм — это все-таки более массовая аудитория. И есть здесь только одна препона. Дело в том, что вот у наших, опять же, домороченных измерений, которые присутствуют на медиарынке, никак не учитывается в хорошем качестве и количестве казахскоязычной аудитории. Но если взять официальную статистику, казахскоязычных у нас сейчас все-таки больше в проживающем стране. 72% ЕНТ в этом году сдавали только на казахском языке. Поэтому вот аудитория радио Жулдуз, она будет расти непременно, и она, собственно говоря, будет превалирующей. Поэтому сейчас радио Жулдуз является, скажем так, кормильцем своей материи, радиостанции Тегри ФМТ. — Ясно. Немного поговорим, Баттер, о телевидении. В холдинге есть, телеканал СТВ. Что сейчас происходит с телевидением? Какие проекты собираетесь запускать? Я так понимаю, проект СТВ — это еще пока инвестиционный, да, у вас идет проект? Еще о доходности нет речи, да? — Нет. СТВ для меня, как для бизнесмена, это такой замечательный пример телебизнеса. И СТВ могут многие критиковать с точки зрения контента и присутствия тех или иных продуктов, но это канал, который кормит сам себя. — То есть вы СТВ сделали уже сейчас прибыльным на том контенте, который уже сейчас есть? — Да. — Это прибыльный. — Да, мы построили свою, скажем так, архитектуру бизнеса в рамках конкретно СТВ, и СТВ является прибыльным каналом. — А планы на семерку, седьмой канал — это такой большой холдинг, новости седьмого канала были долгое время на слуху, потом, конечно, ситуация немножко изменилась. Ваши планы с седьмым каналом? — Седьмой канал новостей иметь не будет, это будет чисто развлекательный национальный канал. — Я считаю, что седьмой канал — это такой дремлющий монстр. Мы его сейчас пробуждаем различными инъекциями в виде медиаперсон, таких как, например, Ляли, Слотан, ХЗ. Мы запускаем дальнейшее производство собственного контента, и до, скажем, до этого года седьмой канал успел произвести несколько продуктов, которые, собственно говоря, и держат основное ядро аудитории. Поэтому вот месяц назад, например, YouTube вручил нам официально золотую кнопку за миллион подписчиков, и это мы считаем такое признание со стороны аудитории, потому что на наш телевизионный продукт, который потом выкладывается в YouTube, приходит, ну, на серию приходит от 200 тысяч человек. Это очень приятные цифры, на самом деле. — Вот как раз-таки хотел сейчас поговорить о технологиях. Не боитесь ли вы то, что вот эти новые технологии, они отодвинут телевидение на второй план? Телеканал сам станет, по сути дела, ну, создателем контента, а средства доставки уже будут совсем другие, и средства продвижения совсем другие? — Я даже это приветствую, потому что все слишком поменялось с точки зрения технологий, поэтому действительно каналов коммуникации, доставки контента их просто навалом. А если брать в рамках эфирного телевидения, то это уже отходит и достаточно сильно теряет свои позиции. Например, телесмотрение с 2013 года в Казахстане по сравнению с 2018 годом упало на 43%. — На большинство, да. — 43%. Соответственно, вопрос к рекламодателям, на что они тратят деньги. Тем более, что возрастной ценз, который предъявляется измерительным агентством ТНС, Медиагрл, они говорят о том, что средняя наша аудитория это женщины 40+. Но, соответственно, вопрос той же самой Кока-Коли. Для чего вы тратите деньги на рекламу на телевидении? Потому что 40+, Кока-Колу уже сильно не потребляют. — Ну да, все думают о фигуре, энергии. Энергия нужна больше, наверное, молодому поколению. И все-таки, говоря о новых направлениях, которые есть в медиа, не мог бы это рассказать? Куда будет двигаться вообще медиа в целом? По направлению? Что вы будете больше использовать? Какие технологии будете использовать в своей работе? — Я думаю, что вот наш холдинг, он такой маленькая модель, как мы себе видим, то, что будет впереди. Потому что холдинг мы с самого первого дня, с самого нашего первого кирпича, строили как мультимедийную площадку. Понимая, что не может существовать телевидение просто в своем эфирном выражении. Или та же самая радиостанция. Поэтому у любой нашей площадки существует огромное количество великорей, начиная с социальных сетей, заканчивая медиаперсоной. И мы понимаем, что контент, который мы предлагаем нашей аудитории, он должен тут же быть расширен, скажем так, на все остальные площадки, которые сейчас имеют современные общества. Это социальные сети, это мессенджеры, это YouTube, это сам эфир, собственно говоря. А самое главное, что достучаться до аудитории сейчас необходимо, используя все привычные и непривычные инструментарии. Вот тот же самый прямой эфир, который на радио Желдузи происходит в течение 7 часов ежедневно, это потрясающий инструмент для работы теми же самыми рекламодателями. Но этот прямой эфир у нас идет сразу и в социальных сетях, он сразу превращается в текст, ложится на сайте, на казахском сайте Massaget.kz, там дальше он уже экстраполируется на неких звезд и так далее и тому подобное. Спасибо за ответы. Знаешь, Баттер, я вот первый раз себя поймал на мысли, что мы во время эфира ни разу не произнесли название компании Facebook и много-много раз говорили про YouTube. Это тоже, наверное, говорит о неких трендах, которые сегодня существуют в современных медиа. Ну, Facebook сейчас 5% всего лишь от казахстанского интернета, поэтому, скажем так, былое величие он, конечно, потерял. Баттер, у нас осталось немного времени для подведения итогов, но я не могу не затронуть один из главных вопросов, который, наверное, беспокоит всех, кто работает в медиа. Простой он. Как ты считаешь, есть ли свобода слова в Казахстане или нет? Односложного вопроса, ответа, конечно, не будет, но так. Да, это, когда хочется пуститься, пространные объяснения. Знаете, я начну, все-таки, наверное, со стороны медийчиков, потому что, на мой взгляд, в первую очередь, медийчики должны осознавать, насколько любое действие нами, произведенное на рынке, является ответственным. Поэтому свобода слова должна начинаться еще и с медийчиков, с личной социальной ответственности, которую должен нести каждый журналист в своей душе. Что касается притеснений и прочих вещей, я не могу сказать, что происходят какие-то жуткие притеснения, что кто-то контролирует наши информационные ленты, потому что 90% безусловно рождаем только мы. А что касается рекомендаций, которые, конечно же, исходят от государственных органов, то мы обязаны к ним прислушиваться, потому что есть вещи, которые мы можем просто не понимать с точки зрения государственных интересов и прочих трендов. Ну, это, например, касается той же самой внешней политики, потому что мы можем реально испортить те же самые государственные переговоры, если мы, например, сильно критикнем сторону, которая, оказывается, к нам приезжает. Мы можем об этом просто не знать, поэтому эта история, ее нельзя однозначно говорить, надо все позволить. Если мы позволим все, это будет катастрофа, на мой взгляд. Ясно. Ну, такой достаточно пространный ответ, но все-таки вы себя достаточно свободным чувствуете в работе или все-таки давление определенное происходит? Мы чувствуем себя свободным. Давление словно неправильное рекомендации, которые озвучивают. Безусловно, они есть. В принципе, да, у меня примерно такие же ощущения, но я больше говорю, что свобода в Казахстане присутствует, хотя бы благодаря тому, что есть соцсети и комментарии достаточно свободны. То есть здесь больше речь идет о ответственности самих тех, кто создает контент, а это практически граждане Казахстана. Вот, еще один вопрос, батар уже в завершении, Аскара Укенов, наш докурсник тоже, главный редактор Forbes журнала спрашивает, судьба фестиваля Spirit of Tengri будете ли проводить, продолжать традицию, какие планы на 2019 год? Хочу сказать, что Spirit of Tengri мы рождали 6 лет назад и задумали его как стороновой культурный проект, потому что в Казахстане очень много проектов, финансовых, экономических и прочих, но культура, собственно говоря, и спорт стреляет первыми, поэтому мы нацелились на это и, слава богу, у нас появился наш партнер в лице Владислава Кима, Каспий Банк, который помог нам вместе сделать данный проект. Мы являемся сейчас одним из крупнейших фестивалей в мире, мы уступаем Малайзии, Мексике, Индонезии, но, что нас отличает, мы являемся очень качественными с точки зрения музыкального контента, мы для себя это неожиданно обнаружили, и обнаружили, контактировав с нашими потенциальными или там существующими партнерами. Интерес к Казахстану, который родил фестиваль для спиритов в Тенге, он огромный, мы вот только вернулись с большой всемирной выставки фестивалей ВОМАКС, где собралось около 13 тысяч участников, мы провели 72 встречи за три дня, и это объясняется только тем, что есть огромный интерес к Казахстану как к площадке, которая может показать, во-первых, евразийский контент, это все музыкальное наследие великой степи, которое мы, собственно говоря, обязаны показать тому миру, потому что там просто неизвестно, неизвестно наши артисты, неизвестно наше музыкальное творчество, оно огромное и очень-очень сильно отличается от того, что производят другие континенты и стран. И что касается планов, то в 2019 году мы планируем фестиваль, как это традиционно сложилось в Алмате, Алмата это родина. Как раз хотел спросить, а то слухи пошли, что ваш фестиваль переезжает из Алматы. Нет, нет, просто наш фестиваль теперь живет еще и в Астане, в рамках Наматвэй фестиваля, в рамках Спиритов Дэнси и Спиритов Астана, то есть у нас эти три площадки действуют в Астане, но родина фестиваля и центр притяжения это безусловно и порт приписки, это Алмата. Поэтому 8-9 июня следующего года добро пожаловать, вход свободный, как всегда, место то же самое, фестиваль Спиритов Тэнгри, два дня, потрясающие артисты, которых мы уже отобрали, с которыми проведены переговоры, невероятное исполнительское искусство, ну и естественно энергетика, которую мы стараемся рождать. Приходите. Большое спасибо, Батар, за интерес и содержательную беседу. У меня было еще много вопросов. Большое спасибо то, что, Батар, поддерживаешь работу Казахстанского медиа-альянса и делаешь очень много добрых дел, участвовал в создании малых архитектурных форм в Алматы, это вот проект установка памятника памяти Виктора Цоя и еще многих-многих других дел, которые ты делаешь. Тебе большое спасибо за тот вклад, который ты делаешь в развитие медиа Казахстана, в развитие культуры нашей страны. Спасибо большое. Я хотел пожелать хороших праздников, отличного, счастливого Нового года всем слушателям Бизнес.ФМ, тебе, Арман, всему коллективу радиостанции Бизнес.ФМ. Двигайтесь дальше. Спасибо большое. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин